Сегодня 25 июля, мы находимся на севере Крыма, возле села Ботанического. Фермер Андрей выращивает морковь 3118. Сейчас мы пройдемся кратко по технологии и по особенностям этого сорта. Когда вы сеяли эту морковь? Мы сели эту 14 марта, взошла она у нас где-то в районе 10 апреля. Первые сходы пошли, первые строчки. Сходы были ровненькие, в учетом того, что даже весна была холодная, морозная. В целом нормально. У нас было сольняка на поле, поэтому работали гербицидом. Ну как и достойно, она хорошо стояла там, ну вот, скажем так вот, копаем. Цвет такой на рынке проходит, отходов гораздо меньше, чем у лабаки. Вот, ну, в общем, можно было чуть гуще сеять. Какую густоту вы сеяли? Сеяли 800 тысяч, надо сеять миллион, потому что морковка это любит загущенность. То есть она тогда более стандартная, да? Да, она тогда идет вот такая вот стандартненькая, хорошенькая. А если где-то она редковатая, вот начинается вот такая вот она. Вот такая, вот такая острица. Вырастают до 20 сантиметров, а там где густоватая, а то хорошая. Она идет в 1 уровень. Да, она идет вот так вот вытягивает земляную. Вот так вот и идет. То есть средний размер ее где-то сантиметров 15-18, да? Да, да, да. И даже если второй сорт попадает, то второй сорт, ну, как бы, который проходит на второй сорт, она, как бы, ну, проходит беспроблемно. Ну, нормально на второй сорт проходит. Даже некоторые клиенты говорят нам, чтобы все сделали так вот вместе, потому что она, ну, хорошо проходит, красиво на рынке получается. Я понял. А когда вы начали ее убирать? Так, это у нас 25-ая. Ну, полторы, неделю назад. Где-то неделю назад она уже была. Да, хотя можно было и даже раньше начать, но мы не успевали у нас в зимовую. Поэтому... И этот, по поводу морковки, по поводу Илешки. Вот, в общем, вот клиенты брали, ну, неделю она у них лежит, ну, на рынке, в автомобилях, вот тогда, вот на привозе. И она достойно себя ведет, то есть не вянет, ничего не течет. Ну, как бы, она выстоялась и, ну, не держит. Она все-таки относится к более, как бы, к ранним, хорошо подходит. Как она по креплению листовой массы? Вообще, ну, уборка... Удобно ее купать? Да, уборка вообще шикарная, просто быстро. Она, ну, просто вот тут... Вот она. Быстрая уборка у нее идет вообще. Сам корнеплод плотный, то есть не ломается она? Да. Не, ну, если, допустим, так, скажем так, если земля не рыхлая, и по скорезам зайти, и будет он глубо выворачивать, она, как бы, как, ну, она... Может потрескаться. Да, может рвануть. А так она крепко ее поломать достаточно так. Надо усилия приложить. Внутри него стержня нет, что очень важно. Да, да, и как бы однородная вот такая вот. То есть на общепитии везде она идет хорошо. А что скажете по защите от болезней, от вредителей? Вот в этом году мы первый раз с гибридом сталкиваемся. Вообще по защите, ну, по защите никаких проблем не было. Вот. Фунгицидов, вот мы пробовали, как бы, вот ждали, ну, болезнь, чтобы как бы пойдет, она не пойдет, туда будем работать. И на этом поле ни одного фунгицида не было. У нас до профилактики лежал ридомил, скор, всегда, ну, как бы, лежит в наличии, вот. Этим ничего не работает. Энексикцида мы работали только на старте, когда вот семидолька, настоящий листочек, ну, пошлось поверху поработать. В каплю один раз работаем, ну, в каплю надо было нам еще один раз, ну, это как бы, ну, в этом году обили проволочник. Да, есть. Да, вот, проволочник ее чуть-чуть покусал. Вот, скажем так. Ну, и гербицидом еще раз работали, то есть, плотно ее идти за этим, дезагардом работали. И, скажем так, хорошо она себя вела, как бы, ну, такого, чтобы стресса или горела, или, как бы, такого особого мы не видели. То есть, развивалась, как она развивалась, и все. Селитры она видела, где-то в районе 250 килограмм на гектар. Ну, и калий был, калий и был этот, субфат магния. Да, и все.